Все мы, конечно же, прекрасные страны с прекрасным народом. И наша страна такая же. Мы хотим быть реальными европейцами. Все это европейское общество, европейское здравоохранение, европейская возможность создать свою семью, построить свою жизнь. Но, как вы знаете, несколько лет тому назад мы не думали, что на нашей территории окажутся иностранные войска, что мы подвергнемся агрессии со стороны другой страны. Да, у нас были определенные договоры с другими странами. Например, Будапештские меморандумы. И мы думали, что если что-то произойдет на нашей территории, вы нас защитите. Но вы нас не защитили. И теперь наши дети, наши солдаты, они борются не за границу Украины. Они отстаивают, они защищают границы Европы. Мы за вас боремся. Да, конечно, мы не провели всех необходимых реформ, о которых вы говорите. Да, нам нужно обновить наши экономические структуры. Да, у нас есть проблемы. Но мы боремся за европейское общество, за права человека. Мы за вас боремся. Не ваши дети на границах погибают, наши дети там погибают. И вы должны это понять. И они воюют каждый день. Воюют и даже здесь, в этом зале пленарных заседаний. Вот тут мои коллеги два дня назад сказали, во время мероприятия на полях. Это мой коллега, адвокат, господин Ползов. На следующий день он объяснял ситуацию в Крыму, на моем родном языке, ситуацию с крымскими татарами. Его арестовали российские власти. Вот такая ситуация. Два дня тому назад мой коллег, господин Тонн Герасченко, член Украинского парламента, направил спецслужбам Украины, сообщил о бомбе в его машине. А кто это сделал? Это сделали заключенные из Крыма, которые были освобождены Российской Федерацией. Поэтому я говорю еще раз, мы за вас боремся. Помогите нам, поддержите нас для того, чтобы мы построили великий, свободный и безопасный мир. Спасибо. Спасибо.